Высокий сезон означает высокие цены на отдых, при том речь не только о горячих путевках в Египет или Турцию. Например, снять жилье на Алтайской Ибице у озера Ярового обойдется в среднем от 3000 рублей за квартиру и от 4 за сутки в среднем домике, что сопоставимо со стоимостью в Сочи или Геленджике. Цена образования зависит от близости к водоему и не только. А что в графу комфорт входит? Ну, видно озеро, например. Ну, все абсолютно во дворе благоустроено. Не огород, например, а трава красивая, зеленая, цветы. Есть и еще одна причина таких высоких цен. В Яровом нет отелей или хостелов. Рынок способен предложить туристам лишь съемные квартиры и дома, а их стоимость диктуют сами арендодатели. И такая картина в большинстве привлекательных для отдыха районах Алтайского края. Люди приезжают, но количество отелей там крайне ограничено. Поэтому, естественно, растет рынок съемного жилья. Ну, вот то же самое вы привели пример. Это Зминогорский район, это вот район озера Белого и так далее. Поэтому, например, в Белокурихе, где основной упор идет на отели и курорты, отдыхать в съемном жилье дешевле на 20%. Но меньше, чем за 2,5 тысячи нормальную квартиру снять не выйдет. Есть в Алтайском крае и места, где можно отдохнуть куда дешевле и ничуть не хуже. Пример тому Краснощоковский район. Порой цена за сутки и того меньше тысячи с человека. Стоимость небольшая, так как выбирать не приходится. Сюда доезжает редкий турист. Причина неудобная для гостей инфраструктура и в особенности дороги. Поэтому, если хотите бюджетно попутешествовать по Алтайскому краю, арендуя жилье, то выбирайте места с умеренным турпотоком и выбором гостиниц. Данил Кузнецов, день с толком.